всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог у меня касперюшенька моя душенька да намывается позавтракал уже позавтракал уже и в общем намывается сейчас хочу вам показать одну штучку нам вчера получили с сыном вообще у меня сын очень любит подобные вещи всякие знаете эксперименты вот эти все наборы из обычных игрушек он уже вырос но вот такие вот всякие эксперименты там вырасти там кристалл или тому подобное вот эти вот все он очень любит заказал ему одну штучку такую лампу получается как в виде ракеты в общем давайте сейчас вам покажу очень классная вещица вот такой вот наборчик нам пришел сейчас у нас но как раз будет собирать прямо же ждет не дождется вот так вот он выглядит здесь инструкция и все что необходимо это что это лава лава лампа мне не будет говорить в общем вот такая лапана которая может еще как ночник ну давай и вот такой вот у нас комплект пробирочка какая-то вот это ракета ракета в общем нужны штучки стаканчики шипучие языки и таблеточки и вот такие штучки в общем собираем по инструкциям 0 0 любит мне такое добавляет воду потом до отметки 90 нужно добавить масло мало масла мама на те налила масло скажешь когда стоп я не вижу стоп чищу и получается что вода внизу а здесь все наверху ну дальше чем и чего это должна быть реакция это просто окрашивает таблеточка в зеленый цвет да верно что мы с тобой неправильно налили надо было чтобы пузырьки воды были в масле вот такой фонарик прикольный вот такой фонарик вставляется это мы перемешали масло с водой и внизу таблеточка окрасила и получается вот такой даже как такой фонарик ночник прикольный стена прикольно 0 у меня любит такое и тут еще не на русском инструкция тут еще разные опыты то есть разные варианты можно сделать вот главное наличие масло и вода вот и можно по-разному делать но вот мы решили первый вариант сейчас сделать постоит у левой потом сделаем 2 лишь пузырьки осели давай еще раз болтаем аккуратнее не разлей только все не так в общем вот такая у нас классная ракета на самом деле прикольно что она такая знаете опыт и многоразовые то есть можно много раз сюда там разные заливать ведь из всего нужно половинка таблеточки здесь еще он какая-то серая красная фиолетовая желтая краситель и будет вот такой фонарик главное чтобы леофан его не свалил никуда вот но прикольно очень классная классная такая игрушечка вот собирали мы ее вчера в общем у меня уже сыну тащил младший там в общем они сегодня хотят еще переделать сделать другие эксперименты там видели в наборе различные варианты как можно сделать как залить туда масло в общем все эти таблетки в общем очень классно на самом деле в доме тишина хотя бы вот они там садятся делают правда масло пролили но это такие знаете моменты в общем ссылочку я вам оставлю внизу инфобоксе там очень много классных вот таких наборов бар очень качественная очень прикольная все для этого есть но вода масло есть в каждом доме поэтому можно сделать вот ну а мы тут на каникулах на расслабоне скажем так вот и сейчас хотим сходить погулять на финский залив идем на залив у нас минус 8 туда санках туда на лыжах туда комбинезоне кто-то так толпой чешем девочки с время час дня красота чем идем бон отпустила с поводка даже невозможно сейчас этого на санках везла еще снимите бона послушная пусть идет бона послушная девочка без поводка может а то не может идем вон там залив наш какая-то дырка у нас вот для этого мы и приходим на залив до чтобы так валяться девчуля отпустила их с поводка она красота каток у него парисе девочки как красиво жалко вот камерой не передает всей вот красоты а вот там уже сидят эти сейчас я покажу зимние рыбаки где они там это видно нет вон они смотрите там прям палатка такая какая-то красная и там люди он ходит смотрите как красиво вообще очень красиво в общем пришли мы сюда поваляться в снегу на льду она это непослушная девица смотрите убежала не возьмем тебя следующий раз будешь уходить бежит вредина мы тут самые шумные как всегда бона иди джусь ищи а бона кстати она жену они же спасатели эти лабрадоры и вот если у меня мальчишки она все время так начеку когда вот на льду мы уже ходили на лед ну сюда на финский залив не раз вот и когда они на льду и лед знаете так начинает трескаться она сразу бежит к ним сразу подбегает рядом и стоит и смотрит а голову на бок делает все-таки ей знаете такие задатки спасателя и он все время рядом с ними сейчас покажу третье она все время рядом с ними она ко мне подходит но я стою ближе к берегу да сейчас иду она все время рядом с ними рядом с мальчишками паша не хулиганищат она все время рядом такая она у нас умничка мамочка тоже еще одна кто ко мне подойдет то с ними потому что можно же провалиться хотя здесь не глубоко максимум вот по коленам будет это максимально это вот там где они стоят по щиколотку будет просто просто том что домой идти потом с мокрыми ногами боно не ешь лед но горло заболит лед грызет смотрите на него марич идет что делает а бона зачем это делать ага смотрите как красиво там самолетики летят на посадку наверно на пулково красота так чтобы он у нас ну такая она охранится мальчишек в основном они там начинают что-то орать она обязательно подходит смотрят на красотища какая хоть и холодно хотя лед уже замерз он уже встал чем уже не страшно провалиться вон она ко мне теперь ковыляет ага да там видно такая туча нароли снег пойдет или что-то в этом духе а я мне как-то написали что я как многодетная мамочка самом деле это так если хвостатые все трое пойдут за одного то есть и точно сейчас тут одевались это вообще нечто эту мелкую одень этих кофту дай мама где носки где-то где сё потом все выйди один на лыжах 2 на санг 3 на поводке 4 бона хоть нормально это она когда начинаем одеваться он начинает радоваться светиться там что-то вся такая гуляю сегодня у нас день прогулки потому что минус 8 вчера было минус 15 класс вода под снегом лед какой желтенький куда пойдем чем и туда пойдем да жучка пока не замерзла вон ты замерзла нормально мама рука замерзла снегу снегу а там вот видишь это рыбаки надо сделать круг вот в нем сделать такой типа островочка ну просто красота ледышки отковыривают они тут на товаром какой прозрачный прям вода часа ну-ка еще раз на свет ну и правда смотри какая вода тоже а еще не стыкаю это уже просто он снег внутри сзади вот эта туча реально как будто сейчас буря будет такое солнышко пытается пробиться сквозь тучу вода не ешь пожалуйста лед речи делает вот что делаешь а у кого потом будет горло болеть у у кого горло будет болеть зори делает ага жуська я не пойду уже туда далеко и правда еха жуська тоже бегает комбинезоне мы самые тихие кто гуляет на финском заливе вот это что делаешь ковыривает куски русенька пришла джуся не замерзла вот какая здесь идеально просто как алмаз какой-то вот так вот девочки бирку нашли все счастливы вот они грызли лед ужас меня кстати спрашивали по поводу этих ботинок которые я заказывала на ламоде вот эти вот они немножко загрязнились у меня девочки они вообще крутые они такие теплые вообще вот у меня даже теплого носка там нет но в минус 15 раз бон гуляли джуста дома вчера оставили не гуляли ноги даже вот пальчики не замерзают настолько тепло столько классно в этих ботинках вообще я очень советую рекомендую натуральная кожа внутри натуральная шерсть и они нереально теплые еще я думаю из-за того что из-за вот этой подошвы высокой вот так что ботинки вот эти крутые на любую полноту потому что можно завязать так как вам нужно в общем крутые вот такая вот красота сейчас еще потусуемся здесь немножко пойдем уже домой то мои уже все снегу бону лапы все снегу пойдем красота мальчишки бриллиант нашли мальчишки бриллианты а еще вот покажи прикольно прикольно хорошо ну что мы нагулялись пообедали немножко отдохнули и теперь время готовить ужин сегодня на ужин там у меня параллельно жарятся котлетки как всегда по просьбе моего мужа из фарша из говяжьего фарша вот и я еще буду в качестве гарнира котлеткам делать жареную капусту не тушеную а именно жареную очень у меня любит ее муж вот тем более у меня здесь как раз оставалось ну такой половинка кочана его уже ни туда ни сюда в общем решила как раз таки пожарить будет отличный и вкусный очень гарнир на самом деле получается эта капуста как ну как начинка в пирожках я бы так сказала наверное поэтому она ему нравится капусте буду добавлять лучок и тоже вместе все это обжаривать и просто соль обжариваю на обычном растительном масле мальчишки мои на ужин попросили сырники хотя на самом деле я собиралась делать какую-нибудь творожную выпечку не стану запекалочку или что-нибудь в этом духе но в итоге они попросили у меня сырники и в этот раз я добавила туда немножечко ванилина на самом деле получается они так вкуснее вообще к творожной выпечки ванилин всегда очень хорошо количество творога который я не творога муки которой я добавляю на самом деле каждый раз по-разному творог мне кажется тоже бывает разный бывает такой более жидкий бывает более такой сухой у меня чаще всего он такой более жидкий потому что я его замораживаю то есть храню в морозилке как раз таки на выпечку на сырники он подходит тоже если творог сам свежий просто храню в морозилке чтобы он не портался скажем так формируя сырнички некоторые их обваливают перед жаркой еще раз в муке но я так не делаю у меня они так хорошо на мой взгляд зажариваются вот так что все у меня тут шкварчит кипит можно так выразиться обжаривается как раз таки капуста она именно не тушится именно обжаривается на таком ну не то что среднем чуть меньше среднего огня чтобы были он такой ну капуста была такая золотистая так нравится моему мужу также у меня параллельно жарятся сырнички здесь вот вместе с луком сразу одновременно и мне конечно нужно почистить мою сковородку это правда но она вот сколько я уже второй год и и в очень хорошем состоянии то есть хорошо на ней жарить ничего не прилипает сырнички здесь мои начали как раз обжариваться на медленном огне и пропарились уже котлетки то есть они уже готовы сейчас будут готовы сырнички пока у меня тут все жарится и так далее я хотела вас девочки спросить я тут как-то купила вот такую лапшу вот скажите кто-нибудь покупал готовил что-нибудь из нее здесь есть рецепт именно вот я так понимаю классической версии вот этого блюда да с курицей посмотрела в интернете действительно в основном с курицей а вообще как бы национальный до такой рецепт вот оригинальные с каким-то там какими-то колбасками такими жирок из жира кого-то там не совсем поняла но у нас такой не найдешь вот санкт-петербурге поэтому я если честно не знаю посмотрела рецепт была запеканка где отвариваются вот эти вот листы сверху кладется фарш потом лук морковка помидоры и все это сыром засыпается и ставится в духовку а еще заливается сметана разведенная водой или сливки разведенной водой вот такой вот нашла рецепт как бы запеканки здесь вот видите написано идеально для лазаньи в общем напишите пожалуйста кто что из него готовы хотя бы просто но я понимаю что иногда комментарий получается очень длинный хотя бы может быть название да там запеканка такая-то там или что-то такое то что вообще кто готовил из этого может быть у вас есть какие-то проверенные интересные рецепты вот я купила на самом деле вот честно признать просто так вот просто увидела и купила даже не подумав о том что я из этого буду готовить а сейчас вот уже который день все смотрю в интернете все голову ломаю как бы мне так что-нибудь вкусненькое такое из нее сделать но вот эта запеканка получается да такая очень при этом комментарии тоже читал очень хорошие что типа очень вкусно получается такая типа аля лазаньи ну вот в общем буду ждать девочки напишите то если готовил вот из этой лапши обязательно напишите мне буду ждать комментарии нагулялись наелись я им еще дала фарш это еще остатки былой роскоши косточка и спят теперь все ну что вот такой у нас получается ужин муж у меня будет кушать сейчас жареную капусточку вот так причем любит когда она совсем такая зажаренную даже сильнее чем сейчас вот еще сюда кстати можно положить отварное яичко нарезанное и будет вообще как начинка в пирожках будет очень вкусно моему мужу вообще обалденно нравится жареная капуста больше даже чем тушеная а я люблю больше тушеную с сосисками капусту вот но так тоже вкусно но сегодня я это есть не буду и котлеты из говяжьего фарша вот такие у меня получились котлетки я сегодня вместе с мальчишками буду есть сырнички тоже муж у меня тоже с чаем попьет то есть муж мне будет капусточку с котлетами и чай с сырниками а мы с мальчишками просто часть сырничками вот такие вот они меня получается видите я не обваливаю их в маке и при этом они хорошо зажариваются то есть не расползаются но как бы не то что я очень много кладу муки мне кажется достаточно вот пробовала поменьше класть и они тогда такие расплываются все то есть получается не схватываются внутри вот так что так что вот такой вот у нас сейчас вкусный ужин будет насчет лапши я очень буду ждать ваши комментарии вот только я могу так вот купила и как бы потом подумала мне почему-то показалось что будет в какое-то очень вкусное блюдо что-то меня темно как-то очень ну ладно уже вечер вот сейчас будем уже ужинать и в общем про лапшу еще раз повторюсь буду очень ждать ваших комментариев вот надо что-то приготовить очень-очень вкусно есть даже вдохновение на это это уже хорошо вот ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч